Всем привет! Вы снова на канале Аида Москва. Сегодня мы с вами вместе будем готовить обед. На обед у нас сегодня свинина, морковь, лук и куча специй. Я купила для этого блюда, ну не для этого блюда, а вообще для своих блюд я купила вот такую адыгейскую соль. Тут у нас с вами вот состав, где состав, вот. В общем, тут, короче, соль, перец, петрушка, укроп, кориандр, ну в общем куча всяких специй. И вот такие вот специи. Я пересыпала адыгейскую соль вот сюда, чтобы было удобнее. Сейчас наша задача, мы должны на сильном огне пожарить мясо, чтобы у нас всё мясо было вот такого вот серого цвета. Смотрите, какой пат. Так что сейчас я его обжарю и скажу, что буду делать дальше. Моё мясо дошло до той кондиции, которой мне нужно. Оно стало всё серое, полуготовое. Поэтому я накрыла крышкой, залила небольшим количеством воды. Вот, не буду снимать, потому что, видите, у меня тут целая система никель. Чтобы вот у меня крышка постоянно спадает. Как вы помните, я эту сковородку уже купила давным-давно. Я точно не помню когда, но уже где-то полгода, наверное, прошло. И она, фу-фу-фу, отлично служит мне верой и правдой. Хорошая, идеальная сковородка. Вот, называется скала. Её даже можно, как я уже рассказывал, Её даже можно в печку ссувать. Можно в ней запекать. Ну, а сейчас мы выждем 40 минут. И я расскажу, что делать дальше. Ещё раз всем привет. Пока готовится наш замечательный обед. Хочу рассказать вам свои последние новости, свои планы. Вот. Ну, во-первых, хочу поздравить всех с началом масленичной недели. К сожалению, я не особо умею пить блины, поэтому максимум, может быть, либо мы купим готовые блины, либо попросим Наташу, Сашкину, сестру, привезти нам блины. И сколько я не пробовала, у меня блины вообще не получаются. Вот. Также мы отметили 8 марта. Правда, у нас немножко такая накладочка произошла. Мы хотели 8 марта заказать роллы, но все, скажем так, все рестораны были забиты. Некоторые вообще не хотели трубку брать. Вот. В итоге мы расстроили... Я расстроилась, так как я очень сильно хотела роллы. Вот. В итоге 8-го мы поели мое мясо, которое я приготовила мясо по-французски. Вот. А потом мы поели Сашкин салат, селедка под шубой. Вот. Потом посмотрели всякие передачки. Смотрели Голос, смотрели Битву экстрасенсов, смотрели Маску. Вот. Так что вот такие вот дела. Единственное, что мы не смотрели, это Новую фабрику, второй выпуск. Но мы ее тоже скоро посмотрим. Вот. Я очень долго думала, с чего начать этот влог. Либо с разговора, либо с готовки. Вот решила начать ему от готовки. Ну, а я пошла дальше готовить. Оставайтесь со мной на моем канале. У нас время без 15.12. Мы с Сашкой ждем кое-какие денежки. Нам сегодня должны привезти, принести кое-какие выплаты. Так что вот такие вот дела. А потом мы пообедаем и планируем пойти в пятерочку. Нам очень много нужно купить. Кое-что позаканчивалось. Ну и, конечно, выбросить в мусор. Так что оставайтесь со мной на моем канале. Короче, я потушила мясо. Я его тушила 40 минут. Кто-то скажет, что для свинины это очень много. Но я хочу, чтобы она была у меня именно пропаренной. То есть, чтобы она у меня была разваренной, мягкой, сочной, не резиновой. Поэтому я ее тушила 40 минут. Я к свинине добавила лук и морковь. Вот сейчас я ее доделаю. И где-то примерно минут через 20-30 мы с Сашкой сядем обедать. А потом немножечко отдохнем и пойдем в пятерочку выносить мусор. Ну и делать все свои делишки. Ну все, ребят. Мы, короче, сходили в пятерочку, купили продуктов. Дело в том, что мы с Сашкой очень редко выходим в магазин. Очень-очень редко. И у нас накапливается очень много продуктов. То есть у нас все кончается и мы только идем в магазин. И такой способ имеет два минуса. То, что мы вынуждены набирать много продуктов и тратить очень много денег. Вот. Поэтому напишите, пожалуйста, в комментариях, как вы считаете, для людей с инвалидностью как лучше ходить чаще, но брать мало и мало денег тратить. Или же лучше ходить, как мы, редко, но набирать кучу. Мы, когда ходили в пятерочку, за нами увязался щенок. Маленькая собачка. Она все хотела с нами, с нами. Я даже уже по шутку Сашке говорю, давай заберем его домой. Ну, это, конечно, не... Это, конечно, была шутка, но какая нам собака? Собака это ответственность. Собакой нужно гулять, собакой нужно заниматься. Мы сами-то порой на улицу выйти не можем. Вот. Я вам кое-что продукты я вам показывать не буду, потому что у нас опять те же самые. Завтра я буду делать греческий салат. Вот. Набрала продуктов на греческий салат, взяла кое-какие, кое-какое мясо, вот, кое-что попить взяли. Вот. Как-то так. Водичку взяли, потому что у нас такая водичка, которая не предусмотрена для питья из крана. Она ужасна. Поэтому мы вынуждены покупать бутилизированную воду. Сейчас я вам покажу, что купила. Помимо продуктов я купила себе вот такой вот Estelle L. 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 фрутист был только бальзам. А мне нужен был именно шампунь. Поэтому пришлось взять вот такой шампунь. Обалдеть! В пятерочке такие цены на шампуне. Вот этот шампунь не обошелся аж в 400 с чем-то рублей. Вы представляете? Какой-то шампунь простой шампунь 400 с чем-то рублей. Да, я знаю, что есть шампуни дороже, есть шампуни за 1000 рублей и за 2000 рублей. Но извините меня, там профессиональные шампуни, там хотя бы шампунь, который за 1000 рублей или за 2000 рублей. Там хотя бы литр. А тут тут смотри, тут даже пол-литра наверное нет. сейчас я вам скажу сколько. Да, тут 400 миллилитров 400 миллилитров стоит 400 с чем-то рублей. То есть литр будет стоить ну почти 1000 тоже так же. Ну да, так же как профессиональный. Но он не профессиональный. Он шампунь из масс-маркета. Это шампунь не профессиональный. Поэтому я не знаю. Да, я понимаю, что это все санкции. Да, я понимаю, что это все из-за событий, которые сейчас происходят. Доллар, моллар. Но все равно, блин, это просто офигеть. Вот такой вот шампунь. Он для окрашенных волос. Да, можно было бы конечно подешевле купить на Валберис. Ждать его тысячу лет, пока он придет. Но я решила шикануть и купить в пятерочке. Не ждать никакого Валбериса. И купила в пятерочке. Вот. Также мы купили вот такой вот мне бальзам для губ. Вот. Такой вот 24 часа увлажнения, Невея, Сос Уход. Но он что-то недорогой. Он что-то порядка 80 с чем-то рублей, по-моему, что ли. Вот такой вот Сос бальзам для губ. Вот. Так что вот так вот. Ну, потратили мы, короче, сегодня много. Кучу продуктов. Вот такие вот носки мне купили. Это мы заходили в наш западный магазин называется. Вот эти 75 носки стоят. А вот такие, по-моему, 80. Да, вот такие вот за 80 носки купили. И еще вот такие вот носки купили. Вот такие вот носки купили. Вот. Так что вот такие вот делишки. Ну, а я буду заканчивать свой влог. Пишите, пожалуйста, комментарии, что вы думаете по поводу того, что в магазинах подорожали цены, как вы экономите, может, у вас есть какие-то лайфхаки, чтобы экономить. Вот. Пишите комментарии по поводу того, что вот я спросила вас, как вы считаете, как лучше реже выходить, но покупать больше и дороже, или же лучше ходить часто и покупать мало и поменьше денег тратить. Да, понятно, что можно экономить, можно все на Валберес покупать, можно ездить на оптовые рынки, можно не знаю, там покупать строго все по скидкам, но вот не умею я экономить, не умею. Да, ребят, я тачу транжира, я не умею экономить, выискивать. Вот у меня есть, например, знакомые с женщиной, они прежде чем купить бутылку молока, они обойдут 20 магазинов и купят только там, где это молоко самое дешевое. Я так не умею. Я приду в первый попавшийся магазин и там все куплю. Мне просто не хватает сил и времени выискивать что-то со скидками, что-то дешевое. Ну, а как вы? Вы экономный человек или я одна тут такая. Ставьте лайки, ставьте дизлайки, подписывайтесь, кто еще не подписался. Не забывайте о том, что на моем канале есть донаты, все деньги пойдут на покупку моего нового ноутбука. Всех люблю, всех целую, всех обнимаю. С вами была Аида Москва. Всем пока-пока-пока.